Послание апостола Павла к Римлянам 5.13 Применяется, когда нет закона. Сразу применяется, где то, кому мало дано, мало спросится. Поэтому я ничего и не хочу знать, меня мало и спросится. А зачем знать-то, если за это спрашивать будут? А ведь знать-то не будешь. Шанса-то никакого нет. Лукавый неверный раб. Мозги-то отбил тебе ленью. Проспал. Я утром как встаю и думаю, кто сейчас встает из наших. А ведь я только долбил, но долбил об этом. Вы это хорошо знаете. Вставать рано надо, рано вставать надо. Ложиться вовремя. И никогда не жаловаться, что сна не было. Как правило, днем начинает дремать, ложиться. Ну, немножко, минут на пять. А встает уже прошло 2 часа 5 минут. Конечно, ночью-то тогда тебе другие сны будут сниться. И на следующий день опять то же самое. Я ночь-то ведь не спала, утром встает, как и говорит. Сна как-то не было. До днем-то ты сколько прихватил. Как повар на кухне. Из каждой кастрюльки по 2 ложки и, говорит, ничего не ел. А когда замерил один раз, оказалось, что индивидуарную флягу съел. Ты сам смотри за себя, какой у тебя закон в жизни. Не было закона. Не вменялось. А теперь-то закон есть. Вот вся служба-то идет. Это все по закону, установленному кем-то. И из этого закона, батюшка, он шага не шагнет в сторону. Нельзя. А Евангелие полностью оставили. Как будто это никакой не закон. Я каждое слово, которое в Слове Божьем стараюсь проникнуть в то время. Я не толкователь священного писания. И по большому счету никакой я не проповедник. Я просто желаю людей перевести в то время и побыть всеми людьми. А дальше, чтобы Дух Божий начал трудиться в человеке. Ведь чтобы узнать, что такое закон, Библия тысячу двадцать раз упомянула об этом законе в Библии. Значит, очень важная тема – знать закон. Только Павла Певец Давид в одной книге сто-два раза говорит о законе. И эту книгу, Псалтырь, истрепали. Ее читают все. И католики, и православные старого нового обряда, сектанты, все читают ее. Да и этой книгой стараются Бога задобрить, над покойником читать надо. Пусть Бог послушает, какой у нас дух. Ведь мы про закон говорим. И на каждом слове закон нужно сказать, а я беззаконник. И читай это над беззаконником, лежащим в гробу. И тебя, беззаконник Бога, стараюсь обмануть. Закон-то в руки не брал твой. А закон-то – это святая Библия. Когда читал? Я вам говорю, как был потеряем, и с братом жил, он стал у меня сегодня важный день. Я мгновенно охватил все, что он вчера делал, сегодня, и не догадался, в чем делал. Он говорит, сегодня опять закончил читать Библию. И утром сегодня начинаю по-новой читать. И не просто читают. А уже поставил след за правило. 15 минут читая Библию, 10 минут читая с толкованием отдельно. Дальше какие поступали новые книги, как «Хлеб наш насущный, неправославный». И обязательно открытым оком. И все ровно идет, и вечером, так же, и утром. Праздник. Я сегодня закончил читать Библию. Познайте эту радость. Познайте радость раннего вставания. Как многое можно сделать. Я знаю, кто поздно спит. И они мне на память приходят. Думаю, сейчас он только поднимает. Там уже и почитали, и помолились, и уже работаем. Какая радость. Бог дает человеку увидеть восход солнца, послушать пение птиц. Это все в законе заложено Божьим. Я встану ран. А где это в законе? Ну, в Новом Завете мы же не какие-то законники. Закон любви один. Напоминаю, что в Новом Завете слово «закон» встречается 109 раз. Послушай, если ты хочешь знать закон Божий. 109 раз. И поэтому, если ты ничего этого не знаешь, ты просто беззаконник. Так и говори, Господи, перед тобой стоит лицемер и беззаконник. Закон-то не знаешь. И опять, Господи, помилуй лицемера и беззаконника. И опять же неправду говори, сменяться не буду. И в ответ услышим, не помилуй, отойди, беззаконник. Бог с беззаконниками вообще дела никакого не имеет. Всякое беззаконие есть грех, говорит Иоанн Богослов. Матфея 5, 17-18. «Я пришел не нарушить закон, но исполнить. Доколе не предет небо и земля, ни одно слово из закона не исчезнет». Нам нужно узнать, какой закон. О каком законе Бог говорит? Какой закон? Мы все знали. Слово «любите ближнего» ведь это не сегодня дано. Евреи это знали. Когда Господа спросили, какая наиважнейшая закон? Он говорит, как считаешь в законе? Он сразу отвечает, как? «Люби Бога, люби ближнего». Он говорит, вот и главнейшие заповеди. А как любить ближнего? «Накормить и напоить». Уж это так усвоили на зубок евреев, что вот Бог утверждает на земле свой закон, уже написанный Евангелие, и дальше начинается деяние. Деяние, то есть притворение в жизнь того, что слышали. Деяние апостолов. Иоанн Затаулс говорит, что эта книга не совсем точно названа. Вот как внимательно он смотрел Затаулс, говорит, ее правильно назвать было бы «деяние Духа Святого». Там ничего человеческого-то нет в этой книге. А где было человеческое, оно Богом выскабливалось все, вымывалось, стиралось. Дух Святой это делает. И вот апостолы поняли, главное это любить, накормить. Большие поступления, инвестиции вкладываются в Иерусалим. И вот накупать, купить муки, завести, печи, дрожжи. И этим занимаются кто? Апостолы. У них задача была накормить, голод был здесь. Их по Волочи в Иерусалиме. И тогда вдруг апостолы как пришли в разум. Нехорошо. Сегодня как раз считали, что мы оставили Слово Божие, занялись пирогами, лепешками. Но и на эти пироги-то не просто кого поставить, чтобы он к себе прикарманил, да дальше строил. Это же. А человека, исполненного мудрости, найти надо. Мудрости Божественной и Духом Святым. Вот какой закон надо, кого ставить на работу, кого в депутаты-то выбирать-то, кому доверять что-то, со средствами иметь дело, на администерские посты, кого? Изведанного Духом Святым и мудростью, и мудростью, и знаниями университетскими определяется, а мудрость в законе Божием. Нехорошо. Вот это нехорошо. Наши русские церкви относятся в течение тысячи лет. Какие проповеди не вознешь, постоянно везде. Вы помогайте бедным. Это нищелюбие, так Бог ценит. И все это правильные слова. Все до одного проповедника, Пеофан Затворник, Серафим Саровский, и перерывно об этом говорят. Сухарики раздавал все. А на это везде нехорошо, что оставили Слово Божие. Самое-то главное, это оставили. А на это дело надо избрать других, которые там дьяконскую должность исполняют. Это дьяконы были первые избраны. Вот закон, какой Господь вел. Закон любви в благовестии. А весь закон заключается в том, что, когда пришли, вот сегодня как раз это читалось, пришли женщины, и что они видят? Сидит юноша светлый. Они ему первого просили задали. А где плащаница? Мы за плащаницей пришли. Христа, то все равно мы не можем удержать. Никакой плащаницы. Да может быть она рядом лежала, на нее никто и не посмотрел. Апостол Петр прибежал и видит отдельно, свернутый, прямо описывает. Ну Петр, бери ее скорее, тащи. Это же святыня, на величайшие святыни. Ее никак нельзя сохранить. Ее под потолок подняли, забронировали, как у католиков сегодня. Только можно снизу вверх смотреть. Вот как хранится, так плащаница. И при том, ученые, биологи, по пульсе определяют, относятся ли она хотя бы в первом тысячелетии. Это никто не знает, кто был завернут. Что человек, что кровь, это точно. Но кому эта кровь принадлежит, никто не знает. А нужно ли это знать? А ним ангел сразу сказал, что ищете живого среди мертвых. И ангел послал их на благовестие сразу. Сразу же, оттуда, из гроба. Идите, идите, он вас предваряет в Галилее. Идите друг друга, скажите. Весь закон заключается теперь в одном, в благовестии. В благовестии Духом Святым. Это единый закон, один остаток. Почему? А накормите хлебом духовным. Познакомьтесь со Христом. Он вас предваряет. Накормите Словом Божьим. Он вас ждет давно. Предваряет, то есть заранее ждет. Никто не ждет. Приходят люди в храм. Это что? Горе отвести, нужду, по привычке. Многие по привычке. А куда деваться? Старость пришла. Она там в площадку уже не тянет. Да и нагрешили-то столько, что ноги уже не шевелятся. Ноги подгибаются, идут, как в припляску другую раз. Смотрят старухи. Как Христу. И все ноги раз подстеклись. А ходила там в площадку, ровно ходила. И вот эти пасти теперь, па называется, в танцах-то, выделывают, подходят. Главный-то закон не знали, и Сатана ноги-то и подсекает на каждом шагу. И ничего не вмещается в память. Итак, Матфея 7.12. Если во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. В этом законе пророки. Какой же я счастливый, что меня Бог коснулся Словом Своим. Меня привел в далеком Латвию, и я там услышал Слово Божие, которое я не мог услышать ни в своей родной дереве, ни в городе, где учился, в армии. Я нигде не услышал Слово Божие. А в далекой Латвии я не знал, зачем и куда еду. Не знал. Припоминал, зачем, вспомнил людей, которые со мной в армии были. Латвию. Куда еду, не знаю. А у Бога все вымерено. Он как на канатах меня туда тащил. Почему? А теперь я знаю почему. Как хотите, чтобы с вами поступали. Вот со мной так поступили, мне открыли Слово Божие. Я хочу, чтобы все это услышали. Чтобы до всех это Слово Божие донести. Дать это духовный хлеб. Матфея 7,23. И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делатели беззакония. Эта вещь идет уже о суде Божьем. Явное дело, что новозаветний период кончился. А в чем беззаконие? Делатели беззакония. Главное дело не беззакония в том, что никому не возвестили о любви Божьей. Не услышали тот еще там в могиле призыв. Идите, он вас ждет. Идите ко Христу, он давно вас ждет. А так главное, больше ничего не сказал ангел. И где он ждет? В Галилее. Галилее это какая-то языческая Галилея. Идите, не сидите по храмам. Идите в Барнаул, идите на площади, идите в районные центры. Идите в маленькие деревушки, лезьте на горы. Идите, Христос вас там предваряет. То есть, что он их предваряет? Он пришел туда, то есть, он заранее уже приготовил сердца людей. У кого-то несчастье было, у кого-то дети не рождаются, люди с горя умирают. У кого-то много детей не знает, что иметь сделать. Рожают, он их убивает в утробе или еще как-то. У каждого своя забота. Идите, он предваряет. Сколько везде уже горя прошло, и люди все уже не знают, куда идти. То есть, фактически, Господь все эти души там подготовил. Идите туда, он предваряет вас. У него все подготовлено. Бывает одно семя, ты побросил, человек сразу принял. Меня вот никто не убеждал, что это Христос, Иисус. Вообще мне не говорили. Меня в другой комнате дали Евангелие. Я открыл и поднял, это то, что я ищу. Все. И сразу же пал на колени и покаялся. Почему? Все подготовлено. То есть, он меня предварял там, в Латвии. Там венствовался, он меня ждал, Господь уже. Но меня никто туда не посылал. Я незримо услышал, как бы этот голос, иди туда, он тебя там предваряет. Это закон Божий. Божий любви. А который не знает, тем объявит, он никогда не знал их. Матфея 22, 40. На сих двух заповедях утверждаются законы пророки. Все пророки говорили об одном, чтобы мы должны исполнять закон. А закон говорил о том, что придет Мессия. И сегодня мы вошли в этот закон и любви. Для нас, то есть, должно быть ясно, что конец всякому закону Христос. Какой бы закон ни был, это... Но многое по закону мы не можем доказать. Что пояс я докажу, 107 раз Библия говорит. А что рубашка на выпусках, нигде не написано. Это наш закон. Это наш. У русских такой обычай. Но только он не должен противоречить божественности. Если в Библии было бы написано, должно быть заправлено, я бы сейчас заправил. Там не написано. То есть, это свободно. Но у русских вот так придет, а у немцев заправлять брюки. Но у нас русская община, поэтому рубашка на выпуск. Это наш закон. 2.23.23. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смятые, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. По пальцам загибаем. Первое, о чем говорил. В законе главнейшее суд, милость и вера. А где этот суд? Сегодня знаем. От суда вечного избавляет нас Господь. Правильно судить, когда Бог открывает истину через Слово Своем. И веру, веру дает Он опять же через Слово Своем. То есть важнейшее в законе оставили сам закон. Вот что самое важнейшее. Самое важнейшее это благовестие. Другим сказать о Христе, накормить их духовным хлебом. Иоанн 7.19. Не дал ли вам Моисею закона? И никто из вас не поступает по закону. Сегодня, когда скажешь так, священники, никто не знает Бога. Они не знают, ну он ты не обобщай, это здесь не знает. А я вот был, знал, видел. Но тут написано никто. Это не мои слова, а слова Христа. Ты думаешь, что-то изменилось? Если евреи с малых, с детских лет слышали закон Божий, изучали, у них была одна дисциплина, закон Божий, одна. Не биологии, у них ничего тогда не было. Но в это включалось все остальное. И Господь подвел все рту. Никто не знает Бога. Прямо говорит. Но никто из вас не поступает по закону. Как они на Христа посмотрели? А то как ты можешь так обобщать? Ну ладно, там на заре тебя встретил, ты не хорошего. Ну, в Еврееме с тобой неправильно поступили. В Капернауме там тебя схватили. Ну, а всех, какое ты имеешь право говорить? А у нас там пришли с Александрией евреев. Он говорит, никто не поступает. Успокойтесь. Этого никогда мы не могли простить. И нам никогда не просят. Мы говорим, нигде Слово Божие не проповедуется так, как должно. Нигде. И не то, что там я везде смог побывать. Отовсюду пишут и говорят. И реакция священников одинаковая. У меня, я все больше прихожу к мысли, что священники ставят не просто так, а идет какой-то тщательнейший отбор, чтобы ненавидели Слово Божие. Чтобы любили неправду. Нигде не принимали Слово евангельское. По каким-то особым принципам избирают туда. Никто не ищет Бога. А наоборот, ищет тех, которые не ищут закона, не любят закон. Сегодня вот какой можно поставить уже. Иоанн 7,49. Это учителя закона говорят. Этот народ невежда в законе. И проклят он. Только они не сказали, что народ потому невежда, что они не учили его. Сегодня это все в силе так же. Действительно, народ невежда в законе. Он проклят. Он идет ложным путем. И все от того, что ты не считаешь закон Божий. Господь нам через апостол Павла говорит так, до закона. И грех тогда был в мире. Но они меняются, когда нет закона. Ну, пока не повесили светофоры, на улице тебя нельзя остановить. Почему ты на красный свет ехал? А вот как повесили светофоры, ты пошел или поехал. Вот тут тебя спросят туда. Это закон означает, который разрешает или запрещает. Иоанна 19,7. Мы имеем законы по закону нашему. Какой закон? И что по закону нашему положено? А они знали, по закону нашему он, Христос, должен умереть. Наконец пришли к такому закону. Всякий свет должен быть потушен. Ведь в нашем адресе что говорят? Тут все объединились, а эти сектанты так и не объединяются. Да нигде в решении не было объединения. Об объединении речи не было. О признании друг друга. О признании благодатности патриархии и зарубежной церкви. Больше ни о чем речи-то не было. О том, что под местом епископа даже непременно подойти. О том, что мы бы согласились на самоубийство. Закона такого нет, чтобы я лучшее менял на худшее. Ни одного еще у нас не было священника, которые ознакомились с нашими правилами, читали, и которые сказали бы, это плохо. Ни одного. Но ни один не сказал, что ему это не надо. Но в то же время все подтвердили, но сделать это мы не можем. Ну какие труды-то положили? Сколько бьемся? По всему абсолютно. Вот кто не был, сколько я говорю. Кто вчера не был, прошлое воскресенье. Напишите объяснительное. Сегодня не напомни, зато уже не напишет. Но вы же знаете наш порядок. Ты приходи сюда уже с объяснительной в письменном виде. Не наставить больше ни разу не подойдет. То есть наш закон на каждом шагу старается нарушать. И никто, а это вы. Вы же знаете закон. На 7 минут опоздало, напиши объяснительное. Или подойди к старости, подойди к смотрителям. Да где об этом говорят? Человек три раза в жизнь приходит. Принесли покрестить его, повенчался и похоронить. Нас туда толкает, чтобы мы согласились с таким колесным христианством. Деяние 7.53. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Через несколько минут начнут камни бросать Степана. Но он успел им сказать, что закон непростой был прислужения ангелов. А мы получили закон прямо от Христа. Закон любви. И ангел сказал, идите, возвестите, что Христос уже ждет каждого из нас. Они убьют его. И никто, говорит, не сохранил этот закон. Деяние 13.15. После чтения закона и пророков, это синагог был, начальники синагоги послали сказать им мужей, братья, если у вас есть слово, наставление к народу, говорите. Вообразим себе, если сейчас идет служение в любом храме города. И вот сейчас зашли бы священники. Но не этой епархии, другие. Как апостол-то Павел, он не был там местный-то. Ну, 20-30 священников. Я думаю, что священник забеспокоился бы. Что? За связан с священниками, как правило, архиерея доходить. Архиерея нет. Он бы мог поставить служку и узнать, и потом проверить их, и потом в алтарь заходить. И дальше они зашли в алтарь, и что они тут будут делать в алтаре? Ну, познакомились по Христосу, трижды поцеловали, очищиками потерлись друг от друга. Ну, а потом что? Ну, и все. Ни один священник не предложит незнакомому, если он даже 100% уверен, что это священник, сказать, брат, ты откуда? Скажи слово народу моему. Скажи, народ у меня любит слово Божие. Им хоть 10 проповедей говори, они как не наступны, и все будут слушать и слушать. И они подошли, у вас есть что-нибудь, слово наставление? И мы знаем далее, Павел, как воспользовался. Он воспользовался законом любви, законом отвержения от самого себя, и стал говорить. И весь город пришел в движение. То есть мы далеко не так сегодня живем. Деяние 13.39. В чем бы не могли оправдаться законом Моисеевым, мы оправдываемся им, Христом, всякий, держащим Него. Законом не могли оправдаться, а Христом оправдываемся. Деяние 18.13. Говорят, что учат людей чтить Бога не по закону. И сегодня придумали закон, как чтить Бога. Если я сложу три пальца, то Богу не угодно. А другой смотрит, а у них два пальца, это раскольники, так Богу не угодно. Все решили, что Богу угодно, не угодно. Два раза, алилуйя сказать, или три раза. И теперь определяют эти речи второго, щина, там третьего. Откуда ты знаешь? Это люди, которые говорят, что они чтят Бога, но не по закону. Это на апостола Павла. Давайте в ту обстановку войдем-то. И те, которые говорили, ведь они были в абсолютном большинстве в то время единые хранители закона. Да, молится Павел, молится, но он не по закону его чтит. И у них были ясные, четкие доводы, как по отношению нас. Мы должны знать один закон любви и благовестия. Если ты идешь сюда и не получаешь повеления идти на благовестие, что-то не то. Значит, что? Если эта книга апостолом Павлом называется «Деяния Духа Святого», то что эти «Деяния Духа Святого»? Апостольские деяния кончились. Правильное понимание показывает. Но деяния Духа Святого не кончились. И нехорошо, что оставили Слово Божие. Нехорошо. А Слово «нехорошо» на левой стороне находится. Это твердо для себя возьмите. Иакова 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Значит, друг другу надо подсказывать, молиться и искать, чтобы не нарушать нигде закон Божий. И Галатам 3.13. Христос искупил нас от клятвы закона, соделавшись за нас клятвою. И Христос есть конец закона. Что нам дал сегодня Господь через Слово Своё? О том, что имея закон Божий, мы должны его исполнить. И те сегодняшние наставления, которые мы услышали, что нехорошо оставить закон Божий, они прямо относятся к нам. Представьте, Пётр сегодня, сейчас он здесь стоит. И он говорит, вы закон Божий вчера оставили и не читали? Нехорошо. Вы никому Слово Божие не понесли, а если ты закон не оставил, а там написано, идите, вознеститесь всем. Потому что первое, что Господь говорит, идите, скажите, сам говорит, и скажите Петру. Идите, плачущим, мордающим, скажите. У нас этот закон главный. И по этому главному закону мы будем судимы. Оправдаемся мы или нет. Пусть Господь поможет на тебя все это. Аминь. 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 Продолжение следует...